На вооружение ВВС России сегодня поступил новейший многоцелевой ударный самолет Су-34. Его разработка велась еще с 80-х, но серийный выпуск начался только сейчас. Из Новосибирска, где был собран первый образец, Су-34 сегодня вылетел в Липецк. Там на базе военного авиацентра специалисты более подробно изучат возможности новой техники и начнут подготовку летчиков. Вместе с новейшим оружием, мощными ракетами и бомбами, которые наводятся по спутнику, самолет получил самую современную компьютерную начинку. Она позволяет выполнять боевые задачи круглосуточно и в любую погоду. Летчики уже назвали самолет летающим танком. Из Липецка, репортаж Ольги Черновой. Новенький Су-34 появился в небе над Липецком в сопровождении пары фронтовых истребителей Су-27. Это не просто боевой самолет, а суперсовременный авиакомплекс. Его уже окрестили летающим танком. Истребитель-бомбардировщик способен подниматься на высоту 16 тысяч метров и развивать скорость до 1900 км в час. Беспосадочный перелет из Новосибирска в Липецк длился 3,5 часа. Свежевыкрашенный борт номер 2. Офицеры не скрывают восторга. Это подарок в честь 95-летия ВВС для Липецкого центра. Новый самолет в Липецком центре боевого применения ждали еще 3 дня назад. Но перелет отменили. В Новосибирском авиаобъединении, где конструировали и собирали с У-34, признались, решили подкрутить пару гаек, чтобы передать новинку в лучшем виде. Честное чувство, конечно, переполняет. Даже слезы наворачиваются, по-честному говоря. Действительно, первая машина в полке. Долго на великолепии ждали эту машину. И, наконец-то, она на месте базирования. Военные наслышаны про достоинство этой боевой машины. Быстрая, маневренная, выносливая. В мире ни один самолет такого класса не поднимет воздух столько боеприпасов, как Су-34. Боевая нагрузка почти 8 тонн. Кабина и топливные баки из титановой брони. Испытания на обстрел показали полную надежность нового бомбардировщика. Радиопоглощающие покрытия и специальные материалы делают Су-34 почти невидимкой для радаров противника. Заслуженный летчик России Александр Харчевский уже испытал новинку. Говорит, в воздушном бою самолет неуязвим благодаря уникальному бортовому оборудованию, которое предупреждает экипаж об атаке врага и одновременно управляет пуском ракет, способных поражать ракеты противника в воздухе. Все то, что здесь есть, мы должны облетать, методически обосновать, дать рекомендации строевым частям и сами дальше совершенствовать вместе с конструкторским бюро, дальше совершенствовать модернизацию и совершенствование этого уникального самолета. Липецкие пилоты и штурманы осматривали самолеты, не верили глазам. Помимо прочих достоинств, ласибирские конструкторы сделали почти невозможное, скомпоновав кабину истребителя так, что в ней можно отдохнуть во время дальних перелетов, за кабином отсеки разогреть пищу и встать в полный рост, а между креслами пилота и штурмана спальное место. Ну как, понравилось? Обалдеть. ВВС России планирует приобрести несколько сотен бомбардировщиков Су-34 на замену отслужившим легендарным Су-24. Пилоты и штурманы уже прошли теоретическое переучивание и, по словам командиров, готовы приступить к практическому освоению летающего танка. Ольга Чернова, Олег Золотарев, Андрей Островерхов и Юрий Лесных, телекомпания НТВ, Липецк.